Звездное сияние озарило площадь у летней эстрады. Столько знаменитостей кино в одном месте. Кажется, даже красная ковровая дорожка краснела еще больше от ощущения торжественности момента, когда по ней, мимо вспышек фотоаппаратов и улыбок зрителей, шествовали любимые актеры, режиссеры и композиторы. На сцене бури и оваций зрители встречали генерального директора киноформы Ирину Шевчук, которая зачитала приветствие председателя Госдумы Сергея Нарышкина. Фестиваль киношок – это живой, творческий, постоянно развивающийся организм, стремящийся соответствовать современным веяниям в области киноискусства и незамедлительно реагирует на появление новых носителей изображений, новых визуальных жанров, новых тенденций в современных фестивальных движениях. В адрес фестиваля и его организаторов звучало много добрых приветственных слов. Заместитель главы курорта Людмила Мурашова с особой теплотой подчеркнула, что Анапа с гордостью принимает на своей гостеприимной земле кинофестиваль. Язык кино поистине стал универсальным и интернациональным. Язык, который понимают все люди во всем мире. Поэтому разрешите пожелать нашим участникам творческого подъема и зрительского признания. Зрители ожидало немало сюрпризов. Творческую часть церемонии открытия украсили выступления певца Петра Цихановича, гитариста народного артиста России Алексея Кузнецова, балета Айсидора и бэкбэнда имени Георгия Гораняна. Обладатель премии «Золотой граммофон» и «Песня года» Денис Майданов представил песню и саундтреках белорусско-американскому фильму «Мы, братья». «Ты врат, и это важное, явились вожжимы в этом мир со мной, и с тобой сна наплыть вот не одной». Традиционно трогательной была минута памяти, когда все присутствующие почтили своих коллег, ушедших из жизни в последнее время. Громкие фамилии ушедших актеров коллеги слушали стоя. Итак, фестиваль объявлен открытым. В течение недели в Анапе пройдет кинопарад новинок. Конкурсные и внеконкурсные ленты можно увидеть на театральной площади в городском театре в киноцентре «Монитор».